Только самым делом качествующая в нас умность делает нас достойными, называется людьми. Не имея же такой умности, мы разнимся от бессловесных одним расположением членов и даром слова. Итак, да познает разумный человек, что он бессмертен, и да возненавидит всякую срамную похоть, которая бывает для людей причиной смерти. Так всякий художник показывает свое искусство тем, что обделает в прекрасной форме взятое надлежащее вещество, как один дерево, другой медь, иной золото, серебро. Так и нам должно показать, что мы люди не тем, что так устроено телесно, но тем, что истинно умный в душе, тем, что покорствуем закону благожития, то есть забродетельной, богоугодной жизни. Истинно умная и боголюбивая душа знает все, чему как следует быть в жизни. И боголюбительно умилостивляет и благодарит его искренне, к нему устремляясь всем желанием и всею мыслью. Как кормщий осмотритель направляет корабль вперед, чтобы не наткнуться на подводный камень или скалу какую, так и ревнующий о добродетельной жизни, пусть тщательно рассматривает, что им должно делать и чего убегать. Полезным для себя почитая и принимая только то, что внушает истинные и божественные законы и оттекая от души лукавое помышление. Свободными почитай не тех, которые свободны по состоянию, но тех, которые свободны по жизни и нравам. Не должно, например, называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злые и невоздержанные. Потому что такие суть рабы чувственных страстей. Свобода и блаженство души составляют настоящая чистота и презрение привременного. Напоминай себе, что непрестанно должно являть себя умным, но являть доброй жизнью и самыми делами. Так и больные находят и признают врачей спасителями и благодетелями не по словам, а по делам. Чья душа действительно умна и добродетельна, это обнаруживается во взоре, поступе, голосе, улыбке, разговорах и обращении. В ней все изменилось и приняло благообразнейший вид. Боголюбивый ум ее, как бодренный привратник, затворяет входы для злых и срамных помышлений. Рассмотри окружающее тебя и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душою. И всегда содержи это в мысли своей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое, что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должно их слушать, хотя бы они мучили тело. Бог создал душу свободную и самовластную, и она вольно поступать, как хочет, хорошо или худо. 22. Умная душа старается избавиться от беспутства, надмения, гордыни, обольщения, зависти, хищения и подобного. Каковы дела суть? Дела демонов и злого произволения. Все же то, при заботливом старании и внимательном обдумывании, успевает совершить человеку, которого пожелание не устремляется к низким удовольствиям. Те, которые проводят жизнь в малых и невысоких подвигах, и опасности избавляются, и не имеют нужды в особенных предосторожностях. Побеждая же во всем пожелание, они удобно обретают путь к Богу ведущей. Умным людям не нужно слушать всякого рода беседы, но только те, которые приносят пользу, которые ведут к познанию воли Божьей, ибо она есть путь, которым люди опять возвращаются к жизни и свету вечному. Тем, которые стараются жить добродетельно и боголюбиво, надо отстать от самомнения и всякой пустой ложной славы, и стараться о добром исправлении жизни и сердца. Боголюбивый и непеременчивый ум есть руководство и путь к Богу. Никакой нет пользы изучать науки, если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни. Причиной же всех зол есть заблуждение, прелесть и неведение Бога. Углубленное размышление о доброй жизни и попеченье о душе производит добрых и боголюбивых мужей. Ищущий Бога, обретает его, побеждая всякое похотение, непрестанное к нему молитвою. Таково и не боится демонов. А обольщающиеся земными благами и знающие все до слова, что должно делать, проводя всем добрую жизнь, походят на тех, которые приобрели лекарства и врачебные орудия, а пользуются ими, не умеют и даже не заботятся о том. Посему в соделанных нами грехах не будем винить ни рождения нашего, ни другого кого, а только себя самих. Ибо если душа самоохотно предается разленению, то не может быть непобеждаемою. Тому, кто не умеет разъяснить, что добро и что зло, не пристало судить, кто добр и кто зол из людей. Человек, знающий Бога, добр, а когда он не добр, то значит не знает Бога и никогда не будет познан от Него. Ибо единственный способ познания Бога – есть доброта. 30. Добрые и боголюбивые мужи обличают в чем-либо худом людей, когда они есть на лицо. А отсутствующих не только не укоряет сами, но и тем, которые покушаются говорить что-либо о них, не позволяет того. В собеседованиях не должно быть никакой грубости, ибо умных людей обыкновенно украшает скромность и целомудрие более чем дев. 31. Боголюбивый ум есть свет, осевающий душу, как солнце тела. 32. При каждой из душевных страстей, восстающих на Тебя, помни, что те, которые право мудрствуют и желают постановить касающиеся их свою участь на должном и прочем основании, считают для себя усладительным не приобретение тленного богатства, а истинную славу на небесах. 33. Вот что соделывает их блаженными. 34. Богатство як радуется и бывает отнимаемо сильнейшими, а добродетель душевная, а одна есть стяжание безопасное и некрадомое, и при том такое, которое по смерти спасает стяжателей своих. 35. Тех, которые так рассуждают, не увлекает призрачный блеск богатства и других утех. 36. Непостоянным и необученным не следует испытывать умных мужей. 37. Умен тот, кто Богу угождает и больше молчит, или если и говорит, то говорит немного, и только нужное и Богу угодное. 37. Стремящиеся к добродетельной и боголюбивой жизни ревнует о добродетелях душевных, как о таком стяжании, которое составляет неотъемлемую их собственность и вечное утешение. 38. При временном же пользуются они лишь столько, сколько нужно, и как дает и хочет Бог, уподобляя его с весельем, всяким благодарением, хотя бы то было и очень умеренно. 39. Ибо богатый стол питает тела, как вещественное, а познание Бога, воздержание, благость, благотворение, благочестие и кротость, обожают душу. 40. Властители, которые принуждают делать неуместные и душевредные дела, они господствуют над душою, которая создана самовластная. 41. Они вяжут тело, но не произволение, которого господином пребывает умный человек по дару Создателя своего, сильнейшего всякой власти и принуждения, и всякой силы. 42. Почитающие несчастьем потерю денег или детей, или рабов, или другого имущества, доведают, что, во-первых, должно быть довольными тем, что подает Бог, 43. А потом, когда потребуется отдавать, то обратно, с готовностью и благодушием, не мучая себя с колью по причине лишения того, или, сказать лучше, обратного возвращения, 44. Подобно тем, которые, использовавшись не своим, попользовавшись, опять отдают, то обратно. 45. Дело человека хороших качеств – не продавать свободу свою, ради приобретения богатства, хотя бы достающееся ему было очень значительно. 46. Ибо сну подобны житейские блага, и богатство имеет только призрачный блеск неверный и маловременный. 47. Люди с истинно-человеческими достоинствами, по назначению вышеизложенному, должны столько стараться о боголюбивой и добродетельной жизни, 47. Чтобы и добродетельная жизнь сияла между другими людьми, подобно тому, как малая порфира, набрасываемая поверх белых одежд, 48. В украшении им выдается и бывает всем заметно. 49. Ибо таким образом надежнее будет их ревность, а душевных добродетелей. 49. Благоразумным людям должно осматривать свою силу рать и держать в строю находящиеся в душе добродетели, 50. Чтобы таким образом быть всегда готовыми воспротивиться нападающим страстям, сущую в душе их силой ратью добродетелей, 50. Естественно, дарованную им от Бога, таковы суть, против красоты и всякой душевредной похоти, 51. Воздержания, против нужды и бедности, терпения, 52. Против досаждения и гнева, незлобе и подобное этому. 53. Добрым и мудрым человеком вдруг сделать нельзя, 54. Но это достигается внимательным обсуждением, упражнением, опытом, 54. Продолжительным подвигом и, главное, сильным желанием доброго дела. 54. Добрый и боголюбивый человек, истинно познавший Бога, покоя себе не дает, 55. Делая все без исключения угодное Богу. 55. Но такие мужи редко встречаются. 56. Людям, не имеющим природных к добру расположений, не следует в отчаянии о себе, 56. Опустив руки, не бречь о боголюбивой и добродетельной жизни, 56. Как бы она ни была недоступна и недостижима для них, 57. Но должно им подумать и посильнее приложить попечение о себе. 58. Ибо хотя и невозмогут они достигнуть верха добродетели и совершенства, 59. Но всячески они, думая о себе и заботясь, или сделаются лучшими, или по крайней мере не станут худшими, это немалая польза для души. 52. Человек по уму соприкасается с неизреченной божественной силой, 52. А по телу имеет сродство с животными. 53. Но не много таких, которые, как настоящие люди умные, 54. Стараются обращать мысли к Богу и Спасителю и иметь с ним сродство. 54. И это показывает делами и добродетельной жизнью. 55. Большая же часть людей несмысленной душою. 55. Оставив то божественное и бессмертное обсыновление, 56. Станяется к мертвому, бедному и маловременному сродству с телами. 56. И как бессловесная мудрость, а только плотском и похотью разжигаясь, 57. Отлучает сами себя от Бога, и душу с неба не сводит в пропасть плотских мучений. 57. Муж умный, помышляя о сопребывании и общении с божеством, 58. Никогда не прилепится ни к чему земному или низкому, 59. Но стремляет ум свой к небесному и вечному, 59. А зная, что воля Божия – сия вина всякого добра и источник вечных благ для людей, 60. Есть та, чтобы человек спасти. 60. Когда встретишь человека, который, любя спорить, вступает с тобой в борьбу против истинной очевидности, 61. То, прекратив спор, уклонись от него совсем окаменевшего умом. 61. Ибо как дрянная вода делает ни к чему не гожем и самое лучшее вина, 62. Так и злые беседы расплевают людей добродетельных по жизни и нраву. 63. Если мы употребляем все старания и все средства для избежания смерти телесной, 63. То тем паче должны стараться избежать смерти душевной. 64. Ибо кто хочет спастись, тому нет тому никакого препятствия, 64. Разве только нерадение и раздвинение души. 65. А тех, которые не любят узнавать, что им полезно и что должно почитать добром, 65. Может сказать, что они не в добром здоровье. 66. У тех же, кои поздна в истину бесстыдно спорят против нее, умершли на разумность. 67. Нрав их взялся скотским. Не знают они Бога, и душа их не озарена светом. 68. Разные роды животных произвел Бог словом Своим для нашей пользы. 69. Одни для употребления в пищу, другие для служения. 69. А человека создал Бог, чтобы он был зрителем и благодарным истолкователем его дел. 69. Об этом надо настараться людям, чтобы иначе не умереть им, не узрев и не уразумев Бога и дел его, 70. Подобно животным бессловесным. 69. Ведать надлежит человеку, что Бог все может. 70. Тому же, кто все может, никто не может противиться. 71. Как из несущего все, что не восхотел, сотворил он Словом Своим, так и ныне все творит во спасение людей. 71. Небесные существа бессмертны по суще и в них доброте, а земные стали смертными по причине находящегося в них самопроизвольного зла, 71. Которое у неразумных умножается от их разленения и неведения Бога. 72. Смерть для людей, кои понимают ее, есть бессмертие. 73. А для простецов, не понимающих ее, есть смерть. 74. Этой смерти не следует бояться. 75. Бояться надо на погибели душевной, которая есть неведение Бога. 75. Вот что ужасно для души. 76. Грех нашел в себе опору в вещественном, и тело стало седалищем его. 76. Но умная душа, поняв это, свергает в себя бремя вещественного. 77. И, возникнув из-под всего бремени, познает Бога всяческих. 77. И внимательно смотрит за телом, как за врагом и противоборцем, не доверяя ему. 78. И таким образом душа, победивши злые страсти и вещество, венчается от Бога. 79. Грех, быв понят душой, ненавидим, бывает ей, как зловоннейший зверь. 80. Непонятный же он бывает и любим, не понимающим его. 80. И, порабощая любителя своего, держит его в плену у себя. 81. А он, несчастный и бедный, не видит, что для него спасительно. 82. Даже не думает о том, но полагая, что грех красит его рад ему. 82. Чистая душа, будучи добротно, освящается и осеивается Богом. 83. И тогда ум помышляет о добром и рождает боголюбивые намерения и дела. 84. Но когда душа осквернится грехом, тогда Бог отвращается от нее. 84. Сама душа отделяет себя от Бога. 85. И лукавые демоны, вошедшие в помысл, внушают душе неподобные дела. 85. Прелюбодеяние, убийство, щищение и подобные им демонские злые деяния. 86. Ведающие Бога исполнены, бывает, всякими благими помышлениями и вожделеемое небесного. 86. Презирает житейское. 87. Но таковые немногим нравятся. 87. Так что за это они не только бывают ненавидимы, но и подвергаются поруганию многими из несмысленных. 88. Они готовы терпеть крайнюю бедность, зная, что кажущееся для многих злом, для них есть добро. 89. Кто помышляет о небесном, тот верует Богу и знает, что все творения суть – дело воли Его. 89. А кто не помышляет о том, тот не верит им никогда, что мир есть дело Божие и сотворен для спасения человека. 89. Исполненные греха и упивающиеся невежеством не знают Бога, ибо не трезвенны бывают они душою. 90. Бог же умственен, то есть трезвенным умом только может быть познаваем. 91. Он, хотя невидим, но очень явственно видимым, как душа в теле. 91. Как телу нельзя без души, так все видимое и существующее не может стоять без Бога. 91. Для чего создан человек? 91. Для того, чтобы познавая творение Божие, он зрел самого Бога и прославлял создавшего их для человека. 91. Ум, любовью к Богу прилепленный, боголюбец и боголюбезный, есть невидимое благо от Бога, даруемое достойным за добрую жизнь. 92. Свободен тот, кто не рабствует с властям, чувственным удовольствием, но господствует над телом посредством рассуждений и целомудрия, и в полной благодарности довольствует за тем, что подает ему Бог. 93. Хотя бы то было очень умеренно. Когда боголюбивые умы душа войдут в согласие между собой, тогда тело смирно и нехотя, ибо тогда душа действием ума погашает всякое плотское движение. 94. Недовольствующиеся тем, что есть у них для поддержания жизни, но домогающиеся большего, порабощает себя страстям, метущим душу и влагающим ее помыслы, и мечтания все худшие и худшие, что все нехорошо, и что следовательно надо приобрести новое и лучшее. 95. Как сверхмеры длинные одежды мешают идти путешествующим, так и желание имущества сверхмеры не дает душе подвязаться и спастись. 96. В чем кто находится по неволе и неохотно, то для него есть темница и казнь. 97. И так будь доволен тем, что есть у тебя, иначе перенося это состояние свое, без благодарения, с недовольством, неохотно. 97. Ты, не сознавая того, будешь тираном для себя самого. 97. Но путь к этому один – презрение житейских благ. 98. Как зрение имеем мы от Бога для того, чтобы распознавать видимое, что бело, что света черного, так и разум дарован нам от Бога для того, чтобы различать, что душе полезно, что вредно. 98. Пожелание, отвергаясь от рассудка, рождает пристрастие к чувственным удовольствиям. 99. А это не дает душе спастись или вступить в общение с Богом. 99. Не то грех, что делается по закону естества, но то, когда по произволению делает, что худое. 99. Вкушать пищу не есть грех, но грех вкушать ее без благодарения, неблагоговейно и невоздержно. 99. Не грех просто смотреть, но грех смотреть завистливо, гордо, ненасытно. 99. Не грех слушать мирно, но грех слушать с гневом. 99. Не грех заставлять язык благодарить и молиться, но грех позволять ему клеветать и осуждать. 99. Не грех утруждать руки милости неподаянием, но грех позволять хищение и убийство. 99. Так каждый член грешит, когда по нашему свободному произволению делает противность воле Божией злое вместо доброго. 61. Если сомневаешься, что каждое дело твое, видимо, бывает Богом, то рассуди, что и ты человек, и прах. 62. Зараз, в одно и в то же время можешь мысленно обзирать все известные тебе места и помышлять о них. 63. Ни кем липачи все видят, как зерно горчичное. 64. Бог все животворящий и питающий по своему хотению. 64. Когда затворишь дверь жилища твоего, останешься один. 65. Знай, что тебе соприсущий определенный от Бога каждому человеку ангел, которого Елена называет домашним духом. 65. Он не дремлющий и всегда, будучи при тебе, все видит. 66. Его обмануть нельзя, и тьма не скрывает от него. 67. Вести с ним сознавай Бога во всяком месте присущем. 68. Ибо нет места или вещества какого, где бы не было Бога, который больше всех, и все содержит в руке своей. 69. Если воины хранят верность царю ради того, что от него доставляется им пища, 69. То во сколько больше должны мы стараться благодаря Бога немолчными устами, непрестанно угождать Ему, все создавшему для человека. 69. Благодарность Богу и добрая жизнь, если угодный Богу плод от человека. 69. Но как плоды земные не в один час созревают, а требуют времени, дождя и ухода, 70. Так и плоды человеческие требуют подвига, рассуждения, времени, ожидания, воздержания, терпения, покаяются во всем блеске своем. 71. Впрочем, если ради их покажется, ты иногда кому-либо мужем благоговейным не верь себе, пока находишься в теле себе, и ничего своего не считай вполне угодным Богу. 71. Ибо знаешь, что неудобно, трудно человеку до конца сохранить безгрешность. 71. У людей ничего нет честнее слова. 72. Слово столь важно, что словом и благодарением мы Бога чтим. 73. Употребляя слова непотребные или бесчестные, мы обличаем непотребство души своей. 74. Несмысленному человеку свойственно за грехи свои, винить рождение свое или другое, что, когда самопроизвольно употребляет он худое слово и делает недоброе дело. 74. Если стараемся мы врачевать иные телесные болезни, ради того, чтобы не смеялись над нами те, с кем случается нам быть, то гораздо более необходимо нам со всей заботой постараться врачевать болезни душевные, чтобы не оказаться безчестными и о смеянии достойном перед Богом, перед лицом которого имеем суд принять. 75. Ибо имея самовластье, мы можем, если захотим, не делать худые дела даже тогда, когда возжелаем их. 76. В нашей также власти есть жить благоугодно Богу. 76. И никто нас не принудит никогда сделать что-либо худое, если не хотим. 76. Так подвязаясь, мы будем людьми, Бога достойными, живя как ангелы на небе. 76. Если хочешь, можешь быть рабом страстей. 77. И если хочешь, можешь остаться свободным, не подклоняясь под иго страстей. 77. Ибо Бог создал тебя самовластным, побеждающим страсти плотские, венчается нетлением. 78. Если бы не было страстей, не было и добродетелей, ни венцов, даруемых от Бога людям достойным. 79. Не видящие, что для них полезно, и не знающие, что добро, слепотствуют душою, и рассудок их ослеп. 79. Не должно смотреть на них, чтобы тому же, по необходимости, не подвергнуться и нам непредвиденно, как слепым. 79. На согрешающих не должно гневаться, хотя бы совершаемые ими и проступки были достойны наказания. 80. Виновных ради самой правды должно обращать на путь истинный и наказывать, если потребуется, или самим, или через других. 80. А гневаться на них или серчать не следует, потому что гнев действует только по страсти, а не по суду и правде. 81. Не должно одобрять тех, которые сверхдолжной меры, милостивы. 81. Но и наказывать злых должно ради самого добра и правды, не ради собственной страсти и гнева. 81. А одно только душевное стяжание безопасно и не крадома. 81. Есть же оно добродетельная и богоугодная жизнь, ведение и творение добрых дел. 81. Богатство есть слепой руководитель и советник несмысленный. 81. Тот, кто употребляет богатство свое только в удовольствие, худо, губит душу, которую заморил. 81. Людям надо бы или совсем не приобретать ничего излишнего, или имея то быть твердо уверенными, что все житейское по естеству тленно, может быть отнято, потеряно и разрушено, или что потому, когда случится, что не должно малодушевствовать. 82. Знаешь, что телесные болезни, естественно, свойственны телу как тленному и вещественному. 83. Итак, в случае таких болезней, душе, обученной добру, должно с благодарностью показывать мужество и терпение, и не укорять Бога, зачем создал тело. 73. Подвязающиеся на Олимпийских играх увенчиваются не тогда, когда победят одного или другого или третьего, но когда победят всех, вступающих с ними в состязаниях. 74. Так и всякому, желающим быть увенчанным от Бога, надо обучать души свою целомудрствовать не только в отношении к телесным страстям, но и тогда, как бывает, искушаем корыстолюбием желанием похитить чужое завистью, свастолюбием, тщеславием, укорами, опасностями смерти и подобным всему. 75. Будем ревновать о доброй и боголюбивой жизни не ради человеческой похвалы, но изберем добродетельную жизнь ради спасения души, ибо каждодневно видится смерть перед глазами нашими, и все человеческое ненадежно. 76. В нашей власти жить целомудренно, но сделаться богатым не в нашей власти. 77. Итак, что же? Не должно ли осуждать душу нашу за желание маловременного и призрачного блеска богатства, которого стяжать не имеем власти? 77. О, как неразумно поступаем мы все, желая богатства! 78. Не знаем разве, что выше всех добродетелей есть смиренно мудрее, как больше всех страстей есть чревоугодие и ненасытные желания житейских благ. 79. Помнить непрестанно должно людям рассудительным, что подъемные в жизни сей небольшие и маловременные труды после смерти получим мы величайшее утешение и блаженство вечное. 80. Борющийся со страстями, желающий быть увенчанным от Бога, если падет, да немалодушиствует и не остается в падении всем, отчаиваясь в себе, но восстав, опять пусть борется и заботится получить венец. 80. До последнего издыхания восставая от случающихся падений телесные труды – суть орудия добродетелей и спасительны для души. 81. Лишение житейских удобств людей мужественных и борцов соделывает достойными венцов от Бога, и так должно в жизни сей умертвить члены свои для всего житейского, ибо мертвый не будет уже заботиться ни о чем житейском. 81. Душе умной и подвязающейся не должно тотчас падать духом и устрашаться, когда случится что скорбное, чтобы не быть осмеянной за боязливость. 82. Душа, увлекаемая житейским блеском, выходит из своего чина. 83. Душевные добродетели делают нас достойными вечных благ, а самопроизвольные грехи человеческие – суть причина вечных мучений. 84. Умный человек борим бывает с простями душевными через чувства телесные, которые есть у разумных тварей. 85. Телесных чувств пять – зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. 85. Через эти пять чувств, подпадая четырем своим собственным страстям, бедная душа берется в плен. 86. Эти четыре страсти душевные такие – тщеславие, жажда у тех, гнев и страх. 86. Но когда человек с мудростью и рассуждением, хорошо повоевав, одолеет и победит страсти, тогда уже не бывает борим. 87. Но мирствует душой и увенчивается от Бога как победитель. 87. Из останавливающихся в гостиницах некоторые получают постель, а другие, не имея постели, ложатся на полу и засыпают так же крепко, как и те, которые спят на постели. 88. Дождавшись конца ночи, утром те и другие оставляют постель, равно как все выходят из гостиницы, неся с собой только свое собственное. 88. Таким же образом и все шествующие путем жизни сей, и те, которые жили в умеренном состоянии, те, которые пожили в славе и богатстве, 89. Выходят из жизни этой, как из гостиницы, не беря с собой ничего из сластей житейских и богатства, 89. А одни только собственные дела свои, соделанные ими в жизни сей, добрые или то, или злые. 89. Имея большую власть, не грози сразу кому-либо смертью, зная, что по естеству и ты подлежишь смерти, 90. И что всякая душа, как последняя одежду, скидает в себя тело свое, 90. Разумея это ясно, подвязаясь, а быть кротким, делая добро, благодарить всегда Бога. 90. Кто не милостив, тот не имеет добродетели в себе. 82. Смерти избежать. 83. Смерть без тенани, страха и плача, имея в мысли, что она, с одной стороны, неизбежна, 84. А с другой избавляется от зол, каким подвергаемся мы в этой жизни. 84. Забывших добрую и богоугодную жизнь и мудрствующих не по правым и боголюбивым догматам, 85. Не должно ненавидеть, а более жалеть, как оскудевших рассуждением и слепостующих сердцем и разумом. 86. Ибо принимая зло за добро, они гибнут от неведения. 87. И Бога не знают они, три окаянные и несмысленной душою. 87. Не со всяким веди беседа о благофействе и добром житии. 88. Не по зависти говорю так, но потому что перед неразумнейшим покажется ты, думается, мне смешным. 88. Подобное подобному сочувствует, а для таких бесед немного, слушатели, или вернее они очень редки. 89. Лучше потому не говорить, ибо не этого хочет Бог для спасения человека. 89. Душа состраждет телу, а тело не состраждет душе. 90. Так когда тело растекает, страдает с ним и душа, и когда тело крепко и здорово, соуслаждается тем и чувства душевные. 90. Но когда душа раздумывает, раскаивается, не раздумывает, не раскаивается вместе с ней тело, а привывает само по себе, оставаясь позади, не двигаясь. 91. Ибо раздумывание, раскаяние есть болезненное чувство души, равно как неведение, гордость, неверие, любостяжание, ненависть, зависть, гнев, малодушие, тщеславие, тщеславие, тщестолюбие, несогласие, нечувствие добра и подобное душою производится. 91. Помышляя о Боге, будь благочестив, независлив, добр, целомудр, кроток, щедр по силе, общителен, неспорлив и подобное. 92. Ибо всем этим угождать Богу есть некродомое богатство души, а также следует не осуждать никого или ни о ком не говорить, что он нехорош, согрешил. 93. Но лучше разыскивать свои худые дела и свою жизнь рассматривать самим собою. 94. Угодна ли она Богу? Какое нам дело до того, что другое кто нехороший? 94. Истинный человек старается быть благочестив. 95. 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 Истинный человек старается быть благочестив.